Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги! Спасибо организаторам конференции за возможность выступить. Я расскажу о случае необычной токсичности на фоне лечения ПДА-1 ингибитора. Молодой женщине 38 лет в декабре 2011 года выполняется иссечение образования кожи правой лопаточной области. И устанавливается диагноз меланома кожи 3-я цистадия за счет транзитного метастаза подкожную клетчатку. Через 18 месяцев после радикального лечения местно распространенного процесса выявляются метастазы в правых акселярных лимфоузлах. Выполняется акселярная лимфоденоктомия в июле 2013 года и назначается адъювантная иммунотерапия интерферонами в низких дозах до года. С июля 2014 года пациентка практически в течение 7 лет наблюдается, прогрессирования зарегистрировано не было. Однако уже с 2014 года пациентка периодически получает лечение по поводу анемии второй степени. В июне 2021 года зарегистрировано анемии четвертой степени гемоглобин 54 грамма на литр. И при обследовании в правой подвздошной области определяется образование до 10 сантиметров, вероятно связанное с тонкой кишкой. Учитывая осложнение опухолевого процесса, необходимость дифференциальной диагностики между метастатическим и первичным множественным процессом, пациентке в августе 2021 года в онкодиспансере выполняется резекция тонкой кишки. Результат морфологического заключения – метастаз без пигмента и эпителиоидно-клеточной меланомы в тонкую кишку, берав дикий тип. После полного иссечения назначается адъювантная иммунотерапия неволумабом в стандартной дозе 480 мг. На момент начала системного лечения по данным ПЭТКТ определялись неувеличенные внутригрудные лимфоузлы с умеренной метаболической активностью. После первого введения неволумаба у пациентки развились осложнения. Это гриппоподобный синдром первой степени, который быстро купировался на фоне симптоматической терапии. И гипертиреоз. Было назначено терапией теростатиками, и гипертиреоз перешел в гипотиреоз. Учитывая приемлемую степень токсичности, введения неволумаба были продолжены. Пациентка была обследована после 4-го цикла неволумаба. Внутригрудные лимфоузлы с некоторым увеличением роста и увеличением метаболической активности. Через 3 недели после 4-го введения неволумаба пациентка отметила повышение температуры тела до 38 градусов. Выполнен клинический анализ крови, зарегистрирован нитропиния 4-й степени. Пациентка экстренно госпитализирована на наше отделение. Назначена внутривенная антибиотикотерапия по поводу фибрильной нитропинии. И отменен тирозол в связи с возможной, хотя и маловероятной, гематологической токсичностью этого препарата. С этого момента мы ведем пациентку совместно с гематологами. Возможными причинами, которые мы рассматривали, причинами нитропинии у пациентки, было метастатическое поражение костного мозга, иммуноопосредственная реакция или развитие вторичного миелодиспластического синдрома. В регистрационном исследовании ниволумаба не было зарегистрировано случаев нитропинии в группе ниволумаба. Однако в исследовании комбинированной иммунотерапии была зарегистрирована одна смерть от осложнений нитропинии в группе ниволумаба. Вся информация по гематологическим осложнениям на фоне чекпоинта ингибиторов представлена в основном в виде отдельных клинических наблюдений. С 2018 года опубликовано два крупных систематических обзора. В одном из них описано 9 случаев нитропинии, в другом 10. Гематологические иммуноопосредственные нежелательные явления встречаются крайне редко, однако характеризуются высоким уровнем летальности. Медиана времени до развития гематологических осложнений составляет 56 дней. На фоне лечения ингибиторами CTLA осложнения развиваются быстрее. Средняя длительность-продолжительность нитропинии – это 2 недели. И именно на фоне введения ниволумаба чаще отмечается нейтропиния. Во всех случаях гематологической токсичности с успехом применялись глюкокортикостероиды, часто в комбинации с гранулоцитарным колонией стимулирующими факторами, и при неэффективности глюкокортикостероидов назначались другие иммуносупрессивные препараты. Вернемся к клиническому случаю. Пациентка была дообследована для исключения метастатического поражения костного мозга, милодиспластического синдрома. Результат стернальной пункции, результат цитологического исследования костного мозга, опухолевые клетки не обнаружены. Однако нельзя исключить МДС, поэтому выполнен трепан биопсия крыла подвздошной кости, и препарат отправлен на морфологическое исследование. Однако пациентке по поводу нейтропинии нам была назначена иммуносупрессивная терапия метилпреднизолоном в дозе 1 мг на кг и поддержка ГКСФ. Эта терапия не была эффективна, поэтому доза метилпреднизолона была увеличена до 2 мг на кг. На фоне высоких доз глюкокортикостероидов наблюдалось восстановление уровня нейтрофилов на 13-е сутки лечения. По результатам гистологического и иммуногистохимического исследования костного мозга нельзя было исключить мелодиспластические синдромы, рекомендованного до обследования. Однако, учитывая эффективность глюкокортикостероидов, состояние было расценено как иммуноопосредованное нитропиния 3-й степени на фоне лечения нефолумапом. Итак, пациентка была обследована в апреле 2022 года. Наблюдаемые лимфоузлы с уменьшением размера, уменьшением метаболической активности. Функция щитовидной железы нормализовалась. И на этом описание клинического случая окончено. Я благодарю всех за внимание. Отдельно благодарю Викторию Владимировну Рябчикову за неоднократные консультации в процессе лечения этой пациентки. И хочу вывести на обсуждение вопрос дальнейшей тактики после иммуноопосредованного осложнения 3-й степени. Продолжить или завершить адъювантную иммунотерапию. Если продолжить, то каким иммунопрепаратом? Спасибо. Да, потому что это больная... Спасибо большое. Это больная на следующей неделе придет на консилиум, и мы не знаем, что ей отвечать на самом деле. И хотели бы со всей страной посоветоваться, потому что на самом деле мы не знаем, что делать. Вот если бы все-таки коллеги каким-то образом бы высказали свое такое отношение к этому, на самом деле я, например, не знаю, при такой лекопении, сфибрильной нейтропении, на фоне кортикстероидов, которые оккупировалось, возвращаться опять к неволумабу с адъювантной целью, нужно или не нужно. Учитывая, что это адъювантное все-таки лечение, потому что лимфатические узлы, они все-таки были, думаю, это реактивные. Ну, а может быть и нет. Не могу ничего сказать, и, честно говоря, даже не знаю, что ответить. Непросто. Ну, я в свою очередь, с учетом того, что пациентка с плохим прогнозом, с учетом того, что мы не можем достоверно исключить метастатическое поражение внутригрудных лимфоузлов и длительность лечения, и данные клинических исследований, что только в 30% случаев мы видим рецидив токсичности, я бы все-таки выбрала продолжение терапии. Спасибо. Спасибо большое, Александра Сергеевна. Очень интересный случай.